всем привет добро пожаловать в компанию воллюкс по правую руку от меня volvo v90 кросс country 2018 года с двигателем 2 литра drive и пробег 45000 километров как вы поняли о нем сегодня и пойдет речь мы сегодня поговорим о нюансах данного автомобиля сделаем техническое обслуживание подведем итоговую сумму технического обслуживания ну и поговорим конечно же о его замечательном цвете по поводу кузова и материала из которого он сделан мы в общем-то говорили во многих роликах конечно же volvo славится своим кузовом и кузовными деталями которые практически не подвергаются коррозии и как мы видим цвет автомобиля хамелеон то есть двух а то и трехцветный это очень интересно очень красиво оригинально и индивидуально но есть свои тонкости кстати изначально как мы видим автомобиль был белого цвета тонкость чем заключается клиент обратился в нашу компанию конкретнее в наш кузовной цех который за мной за моей спиной для того чтобы подкрасили несколько деталей и признаюсь вам честно мы отказались потому что силы нашего колориста не настолько могучи чтобы подобрать цвет тон в тон и чтобы не было никаких отличий все грамотно переливалась поэтому хамелеон такая спорная вещь и нужно семь раз померить перед тем как один раз покрасить потому что под для подкрасок деталей это будет сделать сложно и скорее всего вам придется перекрасить весь автомобиль как я и сказал двигатель на автомобиле бензиновый драйв е б 4204 т20 двигатель надежный мы не так давно снимали ролик про бензиновые двигатели volvo и отметили его надежность могу сказать одно что мы ни разу пока за всю историю данных автомобилей не заменили двигатель они лежат на наших складах и ждут своего часа может никогда не дождутся что я могу ответить отметить про подкапотное пространство ну в общем-то агрегаты сам двигатель навесное оборудование достаточно все надежно если выполняете свое время техническое обслуживание и меняете масло желательно раз в 10 тысяч километров единственно могу отметить что по заказ нарядом смотрел произвели 4 замены верхней опоры двигателя за всю историю но это в данном техцентре сейчас мы кстати находимся в тережково солнцево а вот у дизелей проблем побольше тоже отмечал я эти моменты с патрубком power пульс патрубками интеркулера но это на первых версиях и с патрубками игр вот примеру для визуализации недавно мы заменили на дизельном таком же автомобиле патрубок видим что отсюда секло и соответственно как это проявляется звук никакого не сдает но идет запах и запах поступает салон соответственно того чтобы эту сравнить нужно менять такой патрубок в общем какой вывод бензиновые двигатели и навесное оборудование патрубки считаются пока что надежнее чем дизельные техническое обслуживание идет полным ходом мы сделали диагностику подкапотного пространства подвески ну соответственно пробег 45000 и претензий у нас подвески подкапотного пространства никаких нет единственное на чем хочу остановить сконцентрировать внимание так это на передних рычагах подвеска у нас много рычаждаю спа платформы существуют верхние и нижние рычаги нижние рычаги ходят меньше чем верхние и регламент скажем так ресурс службы нижнего рычага от 70 и там примерно до 170 тысяч километров разные абсолютно были ситуации недавно у нас был автомобиль вот я приготовил рычаг volvo xc 90 спа платформа рычаги и volvo xc 90 в общем-то практически такие же как у volvo v90 cross country так вот мы заменили рычаг на пробеге 95 тысяч километров люфт присутствует как бы не очень большой но присутствует рычаги были заменены заменены были на восстановленные мы занимаемся восстановлением передних нижних рычагов вот один из образцов вот так вот он выглядит можно установить оригинал но стоит он гораздо дороже по стоимости я сейчас вас сориентирую аналога не существует пока не придумали не изобрели соответственно оригинальный рычаг стоит 40 тысяч рублей восстановленный 15 то есть если нужно заменить два рычага 80 против 30 а теперь вопрос сколько ходят наши рычаги ну что я могу сказать восстанавливаем рычаги чуть больше года соответственно устанавливаем чуть больше года пока ни одной рекламации нет клиент постоянно ездит на рычагах нашего восстановления нашего производства volux exchange никаких нареканий соответственно кто-то за год проезжает там не знаю тысяч километров а кто-то проезжает и 50 и ни одной рекламации отсюда делаем и выводы то что восстанавливаем рычаги мы хорошо двигаемся дальше так как наш автомобиль прошел 45 тысяч километров нужно уделить несколько слов полному приводу а конкретнее системе haldex ну полный привод здесь для того кто не знает подключаемый сам подключаемый в основном работает передние при буксовке подключаются задняя ось соответственно для того чтобы система haldex работала и работал полный привод нужно обслуживать насос да и сам блок раз в 40 тысяч километров пробега мы немножко переездили на 5 тысяч ничего страшного соответственно замене масла немаловажно все промыть особенно сетку на насосе скорее всего она будет уже такая может быть не совсем забитая но элементы стружки фракций однозначно будут и нужно обязательно проделать работу что мы и сделаем при выполнении технического обслуживания мы применяем запчасти следующих производителей масляный фильтр соответственно устанавливаем оригинальный кстати сделан в тунете в тунисе но это неважно оригинальный масляный фильтр отличного качества топливный фильтр мы устанавливаем компании воллюкс да эти топливные фильтра мы от тестировали они нас устраивают соответственно мы их продаем под своим брендом и гордость нашей компании воздушный и салонный угольный фильтр мы устанавливаем под собственным брендом воллюкс made in in russia отличные фильтра нареканий у клиентов нет отлично ходит ну и экономия как для клиента так и для нас и спада как мы все понимаем двигатель внутреннего сгорания без топлива работать просто не может соответственно для того чтобы приготовить горючий смесь нужно само топливо то есть бензин либо дизель а также воздух ну к примеру если мы подожжем горловину у бензоколонки да она загорится но как мы только закроем вход для воздуха огонь потухнет тут тоже самое но это не все воздух в двигатель поступает соответственно через воздушный фильтр и через патрубки что мы видим в корпусе воздушного фильтра вот обратите внимание что здесь находится это не очень хорошо воздушный фильтр у нас вот таком состоянии да если новые у нас беленький чистенький то старенький грязненький и что еще хуже с пылью с соринками с песчинками также вот эти все фракции песочек может попасть и в камеру внутреннего сгорания соответственно это не полезно для двигателя да это не критично постепенно если очень долго ездить вот с таким фильтром и часто попадать песчинки соответственно износ будет гораздо быстрее производиться поэтому друзья не забывайте менять фильтр да знаю в интернете масса информации как обслужить воздушный фильтр но при обслуживании воздушного фильтра можно повредить бумагу воздушного фильтра и опять таки это будет причиной для пропуска грязи и песка в камеру в камеру внутреннего сгорания выполнили техническое обслуживание автомобилю заменили масло в двигателе залили 0 в 20 к строл также обсудили обслужили систему подачи воздуха заменили воздушный фильтр салонной теперь в салон будет поступать чистый хороший воздух также заменили топливный фильтр обслужили систему haldex машина полностью исправна на ходу будет и долго верно и верно служить своему владельцу по поводу стоимости как и обещал стоимость комплекса полностью технического обслуживания 35 тысяч рублей друзья если вы хотите посетить любой из наших тех центров не обязательно к нам звоните вы можете зайти на сайт volux.ru зайти в раздел записаться на ремонт записывайтесь на любое свободное время и мы с радостью у вас примем в наших тех центрах если я был полезен я очень рад всем пока и до следующей недели